На изображении национальный парк Казахстана – Бурабай. В Казахстане есть пустыни, степи, горы имеются и, наоборот, впадины. И еще в Казахстане есть совершенно сказочный уголок природы. Среди бескрайней пустынной степи поднимается изумительный сосновый бор. А в том бору – ожерелья синих озер, в оправе и золотых пляжей, и причудливых скал, и грибы, и ягоды, и звонкая тишина. Место для отдыха идеальное. Если кому посчастливится побывать в золотом бору, то потом в Крым или на Кавказ он даже в командировку не поедет. Ясно, что этот благословенный уголок пользуется безграничной любовью казахстанцев. С каждым годом тут становится все оживленнее. Построены санаторий, дома отдыха, пионерские лагеря, туристская база. Все довольны, гуляют, поют. Только два человека не разделяли в общего восторга по этому поводу. Директор заповедно-охотничьего хозяйства Тугов и главный лесничий Федоров. Люди здесь не по их ведомству. Одно беспокойство от них. — С утра до ночи по лесу шастают, — докладывал лесничий директору. — Беспорядок. Меры бы какие-нибудь принять. — Какие тут меры? Проволокой ведь не отгородишь санаторий. А может, фигурным чистокольчиком? Да повыше и вывески написать. Вход на территорию заповедника запрещен. — Не разрешат, — вздыхал директор. — Если бы это в порядке охраны самих отдыхающих, так отчего их охранять? Не везет нам. В других хозяйствах даже тигры попадаются. А у нас что? Есть моралы, есть олени, а хищников ни одного. Хоть бы какой завалящий медведишко объявился. — А может, купим медведя для пополнения фауны? — Ну, если для пополнения, могут и разрешить. Начальство разрешило. И даже присоветовало, — отчего, мол, одного? Купите пять медведей. На зообазе в городе Фрунзе удивились, — почему пять, а не шесть? Расприи еще начнутся, да и негуманно это. Для круглого счета дослали десять. Весь наличный состав хозяйства с двустволками на изготовку вышел встречать медведей. Распахнули двери вагона, и на перрон посыпались пушистые черные шарики. — Вот очковтиратели! — в сердцах топнул ногой директор. — Разве это медведи? Их же пионеры всех переловят. — Ничего, подрастут! — мечтательно улыбнулся главный лесничий. А там, смотришь, шатун объявится. И он вздрогнул от удовольствия. Медведей пустили в гор и оповестили об этом отдыхающих. Те присмирели в лес не ногой. Шли дни. Медвежата подрастали. И вот однажды, солнечный день, они пожаловали в санаторий. Когда переполох утих, из крыш поснимали отдыхающих, выяснилось, что гости, в общем-то, милые. Свои в доску медведи. Они мирно отобедали в столовой, сфотографировались и скромно убрались во своясье. Через неделю медведи знали распорядок лучше, чем те, кто его составлял. Они с удовольствием принимали участие в забавах отдыхающих, вместе со всеми гуляли по лесу. А если какой-нибудь компанейский курортник предлагал им по рюмочке, они не отказывались. Выпивали. Когда звери долго не приходили в санаторий, отдыхающие, разбившись на отряды, разыскивали их в лесу, находили, затевали игры на свежем воздухе. Славные медведи стали одной из самых приятных достопримечательностей Золотого Бора. И всякий уважающий себя отдыхающий не уезжал из этих мест до тех пор, пока не покатается на медведя и не сфотографируется с ним. Время от времени директор спрашивал про медведя у лесничего. Где эти алкоголики? На рыбалку с отдыхающими ушли. Вздыхал лесничий. Совсем от рук отбились, разве что с годами поумнеют. И он опять вздрогнул. Лесничий как в воду смотрел. Через два года медведи преобразились. Настала пора и вывески писать. Один из отдыхающих направился по старой памяти к своим косолапым друзьям с бутылкой. Вернувшись из леса, он до сих пор не может вспомнить свою фамилию. Директор одного из совхозов избежал такой неприятности, своевременно выпрыгнув в окно, когда в комнату ввалился шатун. А один медведь забрался на кухню. Кое-кто из работников здравницы, сообразуясь создавшейся обстановкой, стал заново переписывать проспекты. Жирным шрифтом подчеркивалось, при желании отдыхающего гарантируем сбавление в весе. Делалось это очень просто. Врач спрашивал, похудеть желаете? Еще бы! Тогда побегайте по лесу. Да что вы, доктор! Разве я смогу бегать? И он тоскливо смотрит на брюшко. Сможете! У нас тут все бегают. Сатанински улыбается врать. Иной у нас так драпанет, что в соседней области разыскивать приходится. Вскоре в местной газете появилось объявление. Администрация заповедно-охотничьего хозяйства доводит до сведения всех граждан района, что в связи с имеющимся случаем нападения медведей на дикое копытное животное и введением медведями обособленного образа обитания после зимней спячки, в скобках «наконец», дальние прогулки по лесу, многочисленных групп и одиночек опасны для жизни. В лесу сейчас пусто. Некому любоваться живописными полянками. Без пользы пропадают грибы, истекают соком ягоды. Лишь изредка под охраной егерей появляются здесь группы самоотверженных любителей природы. Все молчаливы, сосредоточены, задумчиво читают красочные вывески на соснах. «Граждане, будьте осторожны, в данной местности обитают медведи». Точно, обитают. Злющие, как черти. Подойдут ночью к палаткам, рявкнут по разочку, и тишина в санатории. Да еще и жуткая. Местное руководство сейчас недоуменно задает вопросы. Что делать? Как быть? В данном случае вопрос решается очень просто. Надо закрыть санатории, дома отдыха, лагеря, вывезти людей из Золотого Бора. И пусть там обитают одни медведи под чутким руководством товарищей Тугова и Федорова. Это рассказ «Медвежья услуга» из сборника рассказов «Ради смеха». Автор Геннадий Толмачев. Книга эта издана в 1983 году. На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Рассказ. Юрий Шатохин. Новосибирск. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова